Привет всем любителям аудиокассет и винтажной аппаратуры. Дядя Бава снова с вами. Смотрите, что я сегодня придумал. А давайте-ка устроим тест на кассеты. На запись я имею ввиду тест. Разница в выпуске между этими кассетами приблизительно 5 лет. 1982 год. 1986 год. 1991 год. Сонечка, HF. 1995 год. Проиграю, оцифрую и смонтирую таким образом, чтобы вы слышали, какая кассета играет. Но, но, прежде я вам покажу, как они калибруются. Сразу скажу, сама по себе запись будет без калибровки. Я просто покажу, как это выглядит, если нужно какие-то калибровать, где больше высоких, где меньше. Но при этом ручка без, вот эта вот настройка, которая для калибровки нужна. Я ее трогать не буду. Просто, чтобы вы понимали, какие кассеты, как воспринимают, грубо говоря, высокие частоты. Номер раз. MaxLM. Забыл сказать. Все кассеты бэушные. В разной, так сказать, степени заезженности лента у них. Где-то лучше, где-то хуже, но красивенько выглядят. И все эти кассеты я когда-то покупал на Краснодарской барахолке. Так. Как калибруется? Так, переходим. Режим калибровки. Смотрим. Для понимания, так сказать, процесса, верхняя строчка – это высокие частоты, нижняя – это низкие частоты. В идеале, когда все эти значки докручиваются вот до этого места, до красного отметки. Ну, то есть, как я сказал, крутить регулятор подмагничивания я не буду. То есть, MaxL где-то минус 2 деления до оптимального. В режиме, так сказать, все по нулям. Вторая кассета. TDK. А. Ну, несколько иной результат, но практически то же самое. То есть, в плане высоких частот, чуть получше, да? Одного не хватает кубика на записи. Дальше. Бац. В плане высоких частот, что-то среднее между предыдущими кассетами. А вот низы четенько, как положено. Сонечка. Кстати, забыл сказать, Сонечка у нас вот где сделана. Кто не в курсе, вот конкретно вот эти HF-кассетки выпускались, не попадались и Франция, и Малайзия, и Тайвань. Нет, а вот еще что-то. Так, смотрим, как калибруется. Ну, практически идеально, да? Ну, то есть, даже значение по верхам чуть даже больше, чем норма. Ну, то есть, смотрите, замечательно. Вот она как раз у нас и пойдет четвертой по счету в этом тесте. Начнем с кассет, которые с самого раннего выпуска. И поскольку данный аппарат трехголовый, то есть, имеет сквозной канал, соответственно, записывается вот этого Роланда, звуковая карта внешняя. И одновременно с него оцифровывается на компьютер через звуковую карту Reactive Titanium HD. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Конец. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...